А он вообще из чего сделан? Это ж такое, блядь, первоудитель. Я твоих кружочков ваших буду ждать, как, не знаю, как в детстве. Спокойной ночи, малыши. Чувак, у нас оторвало колесо. Я вообще не понимаю, как так получилось. Ладно, пойдем посмотрим, есть ли у нас домкрат. Может, там кто-нибудь даст домкрат? Смотри, кто тормозит. Снимать русский топ-гир задача не из простых. Но мы уже в Дубае. Леха сидит там и сейчас занимается тем, чтобы найти крутые редкие тачки. Мы думаем о том, что покупать. Мы думаем о том, как снимать. Мы договариваемся со всякими разными местными чуваками. А это всегда менталитет, язык. И куча-куча всяких разных историй. Поэтому мы обязательно с ними справимся. Ведь Фрешафта не любит легких задач. Мы всегда любим самые сложные, самые непростые задачи. А если говорить про состав. Состав топ-гир, он всегда очень, такой должен быть непростым и очень прикольным. Конечно, вы хотите видеть Гордея с Давидычем. Вы хотите видеть академика в связке с Лехой Гусем. Но пока у нас этих ребят нет, нам проще купить Бугатти, Широн и поджечь его, чем договориться со всеми этими ребятами. И Леха говорит, Дэн, у меня есть классный парень. Вы, кстати, уже его видели в нашем ролике. Здравствуйте, с вами Кирилл Бро. И мы в стенах Фрешафта. Подожди, подожди, ты паспорт свой отдай сначала. Давай лучше гуся. Гуся у меня есть. Я уже забрал. Немногие помнят, немногие знают, что можно кайфовать от настоящих обычных простых автомобилей, а нет каких-то сумасшедших спорткаров. Не обязательно их поджигать и скидывать их со скалы. Мы постараемся сделать настоящее Фрешафта шоу. Мы будем собирать, чинить, ломать, гонять, кастомайзерить и, конечно же, продавать. Потому что мы Фрешафта, мы будем покупать и продавать. Короче, бро, все эти разговоры о том, что ты будешь что-то покупать, продавать. Знаешь, сколько продавцов и покупателей в этой компании? Просто дохера. Нам их хватает. Дармоедов типа гуся, который нихуя не делает, блядь, сидит там рассказывает, какой он обзорщик. Это у нас тоже достаточно. Давай так. Если ты хочешь работать на этом канале и показывать, на что ты способен, ты делаешь какой-то прикольный контент, от которого все просто ва***ли все. В том числе ты, ну и, конечно же, я. И тогда ты работаешь в нашем канале. И я для этого дам тебе немного денег. Денег? Да, да, братан, да, дам денег. У нас все по-настоящему. Не знаю, сколько здесь денег, но здесь еще, я думаю, 150 должно быть. Посчитай. Это тебе, братан, на первый проект «Вабак». Если этот проект действительно будет крутой и аудитория тебя полюбит, и ты будешь классным парнем, то ты действительно будешь дальше чудить на этом канале и делать классное шоу. Но это весь твой бюджет на твой первый проект. Если он окажется не очень, братан, сорян, тебе не будет на нашем канале. Если он будет крутым, то welcome, добро пожаловать в команду. Так, выбор за вами, телезрители. Ну, паспорт мы у него уже забрали. Я полетел. Времени нет, давайте. Все, пока-пока. До свидания. Да, зачем я вообще во все это ввязался? Нормально, спокойно жил. Тут этот русский топ-гир. Колясик, как ты, родной. Я все придумал, братан. Короче, надо удивить Дэна. Дэна, конечно, хрен чем удивишь. Но я все придумал. Смотри, мы берем какую-нибудь уникальную машину. Какую-то вот такую особенную. В общем, у меня есть одна тачка. Я когда-то к ней приложил руку. Строил ее для своих ребят из шоу-бизнеса. Мы снимали клип. Ну, братан, это круче, чем Ламборгини, Феррари, вот это все, спорткары и так далее. И так Дубай. Вот. В общем, я когда на ней ездил в центр, братан, на нее просто вот, на нее не смотрят, на нее не обращают внимания. В нее сразу внутрь прыгают. Просто прыгай, залезай. Ты кинь. Да! Эй! Вау, йоу. Сейчас ты поймешь, почему, когда ты ее увидишь. И когда вы ее увидите, ребята. Братан, ну если она не удивит, ну я тогда не знаю, что там должно удивить. Ну все, мы подъезжаем к нашей локации. Сейчас будет удивление. Удивление. Я взял с собой специально на сидение полиэтилен. Кстати, я когда одену куртку, там будет пасхалка, куда мы поедем. Ладно, пойду. Багажник, показывайте, 50 рублей в пласть. Досмотр. Наш дружище, он мне, знаешь, каждый день звонил. Когда заберете, когда заберете? Паркете, рада хуйного, забирайте. Забираем. Кореш мой. Реально, представляешь, каждый день мне звонил. Когда заберете, когда заберете, когда заберете, понял? Болтал со мной, приятный чел, ну такой добрый, короче. Вы готовы? А вообще мы решили сделать не просто путешествие, а в конце еще поменять автомобиль на что-то интересное. Это наш лимузин. Причем это лимузин, который заводской. Это не какая-то самоделка, что-то там сваренное, спаянное. Вот эти штуки, опасная на самом деле тема. Вот, наверное, мы ее либо уберем, либо как-то надо сделать более безопасно, потому что может кому-нибудь нанести увечья, не дай бог, конечно. Ну что, вот тут у нас наш аккумулятор. Он тут уже покрылся весь плесенью. Сейчас принесу новый. Если вы думаете, что мы так легко сюда приехали, он здесь простоял полтора-два года, и мы такие, оп, капотик открыли, открутили пару клемм, и все так прошло идеально, это не так. Как это было на самом деле, Коля вам сейчас покажет. Держи, Коль. Ну давай, что ты очкуй. Надо сейчас просто замок, короче, отдавить, и она должна открыть. Может, масло надо проверить? Сейчас проверим. Коль, ну ты, конечно, у меня мозг просто малая. Есть у тебя там серое вот это вот вещество. Слушай, масло, минимум. Ладно, ну что, момент истины, я не буду садиться, тут просто очень грязно. Жень, мы сейчас поставим. О! Немного его потраивает, но мы сейчас уже в боксе посмотрим. Я думаю, там масло поменяем 100%. Посмотрим свечи, катушки, потому что, короче, на холодный он потраивает прям нормально, когда прогревается, поменьше становится пропусков, зажигания. Ну, если что, мы и так поедем. Я сейчас тебе, Коль, тоже постелю. Габариты бешеные. Ну что, погнали? Миссия невыполнима у нас сейчас. Для клипа, да? Для клипа. Мои пацаны. Борода. Так, первое дело, это мойка. Ща мы его снимем. Не знаю, пойдем сейчас договариваться с пацанами, примут ли они нас или нет, но я думаю, что по-любому примут. Это че, блядь? Ну, Кирилл, блядь, сумасшедший тип, конечно. И ты еще подписался, вот ты крызик. Слушайте, но все внимание на МКАДе было на вас. Да? Вообще, все. Можем немного затронуть техническую часть. Пока тут тепло и светло, так сказать, на первых порах. Эффект вау. Тут у нас под капотом В8. Он вообще никак не обслужен. Он протраивает. У нас там минимум масло. Масло похоже на мазут. Ну, просто черное старое масло. Завтра мы закатим ее в бокс. Будем смотреть техническую часть, потому что наше путешествие, оно все-таки не близкое. Я пока не буду говорить, куда мы едем, потому что я сам еще пока не понимаю, куда мы едем. Но мы куда-то определенно едем далеко. Мы у нас на мойке у наших друзей. Автомойка мой сам на 78-м километре МКАДа, рядом с нашим боксом Фрэш Авто. По промокоду Фрэш Авто будет какой-нибудь скидон 100%. Тачка в полное, в полное дерьмо. Если честно, когда мы там под мостом стояли, там это все было так не видно. Если посмотреть, что здесь происходит, внутри, как бы, да, какой тут слой. Я просто уже переоделся, не хочу туда залазить. Тут везде плесень. Парни сейчас будут нам ее отмывать. На ночь мы ее тут оставляем. Она будет сохнуть. Завтра мы уже ее увидим чистой. Надеюсь, она преобразится. Прыгай! Просто подсними, как парни поработали. Просто, он таким чистым, мне кажется, никогда не был. Можно, не знаю, кушать с него. Смотри, ковер какой. Тут все на муне. Панель, панель. Панель, да, можно, я тебе говорю, можно тут обедать. Что я сегодня раздобыл, что я сегодня привез из добычи, скажем так. Это наши стоковые колеса. Сейчас мы их будем менять, потому что мы поедем на стоковых колесах. Нам надо еще будет к ним купить зимнюю резину. Это канистра, бутафория, но мы нальем в нее по-любому бензика. Она у нас пойдет на заднюю часть. Там, как багажник, мы сварим такую специальную платформу. Ну и, конечно же, я очень сильно люблю всякие световые штуки, поэтому я не мог отказать себе в балке. Короче, задача такая. Сюда сделать дугу по форме крыши. И все это обшить оргстеклом, чтобы вам затылок не надуло. Правильно. Ну, короче, что, пытаемся сейчас сделать макет и по нему согнуть дугу. И сюда ее примастырить. Ну, еще задача двойная. Нам нужно сделать так, чтобы это снималось в нужный момент, и у нас кабриолет становился кабриолетом. Сейчас крыша над головой появится у нас. Ну-ка пониже-то сделай. О, а вот эта вот, она, видишь? Должна повторять вот эту форму. Отлично. Ну вот, мы в габаритах. Отлично. Нам теперь надо вот здесь сделать стоечки, чтобы она к ним вставлялась. Женек жесткий кастом включил вообще, там, понял. Странно, что он чертеж не нарисовал. Мы сделали вот такую пространственную раму, скажем так, для нашего потолка, для нашей крыши, чтобы Колинка не замерз. Тут все очень просто, она будет съемная. Тут болтик. Сюда вставляем, можно будет снимать, ставить. Все такое, по настроению, короче. Я вот тут с этим неоном. Короче, чисто, знаете, сам дел придумал, типа, неон. Тут, правда, новая бэха стоит. Может быть, опасно. Ну что, погнали. Первый слой лайтовенький, второй поярче. Как правильно надо красить, ребят, смотрите. Начинаем с одной стороны. Плавно ведем, ведем. Оп. Доводим, выключаем. Это меня так... Баллон. Это меня так малярно очень. Смотри. Идем. Хоп. 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 Но у нас здесь передача не про это, поэтому красим просто так. У нас передача про интересную поездку в город, который мы пока что не называем. Мы туда приедем, и там уже по обстановочке поймем, чем мы займемся. Докрасится она сама там. У нас нет времени. Все. Все, вот тут где задели, вот так, оп, стерли быстренько. Да, дорогая, они держат меня в заложниках. Я, конечно, бы хотел бы отсюда сбежать, но пока что нет такой возможности. Этот Женя с этой трубой, Коля, вообще меня очень сильно достал. Они хотят снимать русский топ-гир. Они его так назвали. Не знаю, что из этого получится. Ладно, до связи. Напишу через пару дней. Целую. Твой Кирилл Бро. Я бы поехал, если бы мне спальный мешок дали или палатку, я бы его сюда сзади поставил. За стенкой. Я твоих кружочков ваших буду ждать, как, не знаю, как в детстве, спокойной ночью, малыши. Ты мне там, да. Отпишись, Челка, там. Дует, не дует, мне же интересно. Вы специально выбрали самый снежный день, чтобы стартовать? Естественно. Так было задумано. Они ждали этого. Два месяца. Ты знаешь этих мудаков, Эрл? Да, я знаю много мудаков. Но таких охуенно тупых, как эти двое. Не видал еще неравности. Мы едем в Санкт-Петербург. Серьезно? Серьезно. А я до этого момента прагаю, ведь это не знал. У нас, кстати, прикуриватель работает вообще? Ты сказал, что да. Я говорю наоборот, что он не работает. Ты сказал, что он работает. Я сказал, что он не... Там все так смотрят на нее просто. Вообще жутко. Да там челы едут в шапке. Вот такой шапке. Просто... Надо взять чаек, кофеек. Дорожечку. Первая остановочка. Сколько мы проехали? Сколько мы проехали? Пять километров. Черт, передача выпадает. И маслом пахнет. Буду в Карабасе что-то там. Что за... Да мы... Мы еще... Ты видел? Братан, вот это Холли. Сидит в... Колесики подкачиваю. Первый привальчик, так сказать. Мы проехали целых пять километров. Кайф. Ты чувствуешь приключения? Нет. Почему? Ну, потому что я замерз уже. А у меня хорошее настроение. Ну, конечно, потому что это все ради тебя делает. Ты здесь главный. Звезда, ты хедлайнер, понимаешь? Че ты впариваешь меня? Коля, ты вообще такой припаривающий. Просто пароварка. Надо вещи нормально сложить. Давай. Короче, мы замерзли, потому что у нас немного недоработанная система крыши, скажем так, потому что у нас больше не было материала. Ехать было некогда. Никитову спасибо, он дал нам пленку транспортировочную. Сейчас мы сделаем такую импровизацию стенки. Что, где-то ветер жестко дует. Надо надеть еще одни штаны, поменять носки, валенки там туда-сюда. Что за тачка? Да. Мы, короче, снимаем видео, как едем мы из Москвы в Питер. Даже 200. Смотри. У нас там водитель переодевается. Че, дай, блядь, переоделась-то, заебал. Да блядь, что ли? Да ешь? Ну, короче, вот такая динаска. Вестяк. А вы че, откуда-то туда? Москва тоже, Питер. Как это, мабык? Вообще, бомба. Бро, нам до полного, пятого. Еще как-то аппарат конкретный. Тоже на Бакабенску стоит? Тогда мы пятак отдали. Еще сколько? Не знаю, поскольку. Вы можете, кстати, кому-нибудь привет передать. Я передаю всем привет моим родным, близким, моей жене, Светлане Белова, моей дочери Дарине. Все, круто. Я так за кем видел. Спасибо. 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 Ну что, дорогие друзья, поговорим немножко о нашем автомобиле. Это Линкольн Таун Кар второго поколения, 91-го года выпуска. Это настоящий хозяин улиц и атрибут богатых людей. Таких, как футболисты, звезды шоу-бизнеса и так далее. Сколько было клипов, сколько было фильмов с этим автомобилем. И всегда это был лютый стиль и лютая грязь. Потому что либо девушки легкого поведения, либо на заднем сидении какой-то белый порошок. Наш же автомобиль тоже был когда-то супер стильным. И ездил по северо-западу Москвы, рекламировал какой-то фитнес-центр или какой-то бассейн. У него был безобразный голубой винил. Потом он попал к нам, и мы спилили ему крышу. Лимузины они делали с 1920-х годов. Но еще Линкольн стали официальной машиной американских президентов. Целых 60 лет они на них ездили. Я срубал крышу и срубал краску. И все мы это делали для клипа. Но потом он просто стал не нужен. Поэтому мы забрали этого бедолагу сюда на YouTube, чтобы показать, насколько это недооцененная тачка. Ну что, немного фактов про Линкольн. Это признанный автомобиль 1990 года. Автомобиль был построен по классической американской схеме. Большой объем, V8, мало лошадиных сил, рама и, конечно же, задний привод. Тут мы раму немного усилили, чтобы просто она не разъехалась. Ну, коробка здесь у нас 4-ступенчатый автомат. Но у нас, походу, всего лишь он 3-ступенчатый. Но это не важно. Таункар, конечно же, был очень сильно богатый на комплектацию. Ну, во-первых, везде кожа. Мобила в подлокотнике. Климат-контроль. Круиз-контроль. 12 динамиков. Ну, у нас не худки нет. У нас нет вообще этой худки никакой, братан. Более каноничное, конечно, было первое поколение, как в фильме «Линкольн для адвоката». Но в 90-х пришлось немного срезать углы. Ну, а мы срезали ему краску. Автомобили это просто неубиваемые. Эти старые моторы неприхотливые, которые литрами готовы жрать масло, но при этом тебя везти куда угодно. Конечно же, в детстве всегда было интересно, что там сзади. Что у тех людей есть там сзади. Но поверьте мне, там ни хуя нет, кроме посуды. В 2011 году выпуск Танкару был прекращен. Но у нас по-прежнему продолжают развивать Хаммеры, Эскалейды, Волги и так далее. Ну, а для мульдинов 2-2-3 и так сойдет. Ну что, все, наконец-таки мы в Питере. Наша дорога составила 14 часов. В принципе, мы выдержали. Аппарат наш выдержал. Никаких особо курьезных ситуаций не было. Только мы все время останавливались, латали нашу крышу и бесконечно заправлялись. Заправляли, заправляли, заправлялись. В принципе, все. Честно, устали. Реально, что-то я подустал. Хотя, в принципе, обычно на одном дыхании дорога Питер-Москва. Сегодня мы ее тут бросаем. Все, спокойной ночи. Еще начинается наш челлендж. 48 часов у нас есть, чтобы поменять этот автомобиль на какой-то другой. Это может быть зимняя жига, либо Нива, либо что-то, что-то. Также мы готовы поменять его на какие-то небольшие деньги. Если у вас есть кафе, либо ресторан, это может быть отличный арт-объект, потому что в нем можно сидеть, тусоваться, отдыхать и так далее. Сейчас мы поедем, спрячем наш мерч. Так что следите за координатами, следите за новостями. Мы полетели. Это наш маленький презент северной столицы. Это мерч от Fresh Auto, от нашего кутерье. Мы сейчас тут его спрячем аккуратненько. Ребята его найдут, будут радоваться. Колясик сказал, что кто найдет, обязательно ему в личку напишите. Он возьмет у вас интервью, как это было. А теперь пойдем немножечко спрячем. Ту-дун, ту-дун, ту-ду-ту-ду-ту-дун. Нашли подарочек от Fresh Auto Show. Думал, ее заберут за 2 часа. А нет, вот она тут родимая. Все, как и надо. Нашли. Я в шоке. Все супер, я тоже в шоке. Мы наконец-таки выспались, ребята. Но мы заболели. Жестко, типа температура, горло. Вообще, я утром еле проснулся. Мы сейчас едем на сходку. Там будут всякие ребята. Гонщики, полугонщики, перегонщики. Я не знаю, кто там будет. Там, в общем, будет много всяких пацанчиков и девчоночек на тачках. Я заметил, в Питере на Хондах все ручник дергают. Да-да-да. Ты? Это железная рука прилипает. Не, реально, все просто ездят на ручнике на Хонде. Вот, короче, вот что-нибудь в таком духе. Графику ебанусь. Чуваков. Это же очень долго. Нет, я хотя бы капот по-быстрому сделаю. Давай, братан, гадусь. Кайф. Я тебе говорю, Хонда это лучшая машина в мире. У них комьюнити очень такое сплоченное, если честно. Они, видишь, выражают свою любовь. Это не как BMW-шники вот такие на рогах все время на тусе стоят. Или там, знаешь, у меня самая быстрая, самая то-самая. Видишь, творческие еще люди. Из Питера. Йоу, ты говоришь, что тут тухлое, братан. Вот, смотри, что. Спасибо. Да, нет. Приятно. У меня, кстати, есть целая коллекция. Надо поддерживать Хонда движуху. Да. У меня целая коллекция есть всяких картинок. Только тут ЕГЭхи нет, братан. Ну ничего. Это, в принципе, просто составляющая этого движения. Это круто. Чемузин, прыгаем и поедем прокатимся немного. Нам нужны деньги. Нам же Денис дал мало денег. У нас нет денег на бензин. Мы ищем подпутчиков. Сейчас подпутчики должны прыгнуть какие-то там. Скинуться на бензик. И мы полетим. В Москву? В Москву. Нам еще подарок надо купить. У нас денег на подарок нет. Мы весь бюджет просрали. Знаете, все диодные, лампы, вот это все. Понял. В Москву? Да. О, блядь, я тебя знаю. Я в Москву только три сперва нет. Охуеть. Все, кому в Москву садитесь. Не фу будьте. Нет? Очень жаль. Очень жаль. Да, мы не хотят. Вы катаетесь на ней? Да, да. До Москвы. До Москвы? Да. До ней? Да, да. Мы приехали вот своим ходом? А она сможет? Да, конечно. Она уже один раз смогла, второй раз тоже сможет. Лимузин. А где он лимузин? Блинный вообще просто. Лимузин? Да. Все, подожди. Блядь, это просто. Илон Маск просто вот так вот заглатывает. Вот после вот такого. Он вообще из чего сделан? Там камбри с мигалками стоит. Это пассаж что? За тобой камбри с мигалками стоит. И по-моему сейчас будет 12.5.1. Да? Да, да. Вот заворачивайся. Покажи, покажи, братан. Вот так вот чистой. Вот оно, вот оно. Там, наверное, холодно. Фигеть. И тут нам повезло. А из чего нам сейчас? Это настоящий лимузин просто с отрезанной крышкой. А, типа лимузин, но кабриолет. Да, да. Это вообще ничего, блядь, уже меня не приколоть. Это вообще просто, блядь. С Москвы на ней приехали. Давай-ка, это надо выпить. За это надо выпить. Это ж такое, блядь, цароудитель. А вот это че такое? Федеральный какой-то резервный ПРС, блядь. Ну да, да, да. Что за питерский болт? А что же такого? Что же такого? Ну что, друзья, вот подходит наш день. Это третий или четвертый день нашего автопробега. Хотелось бы немножечко подытожить, какие у нас были планы. Но не всегда получается, что было задумано. Когда мы выезжали, мы очень бодро начали. Мы выехали с Москвы. Точнее, мы купили тачку. Мы ее не знали. Мы на ней далеко не ездили. Мы ее купили, что-то доработали. Прыгнули, поехали. Вот мы уже в городе Санкт-Петербург. Первая наша цель была, мы думали скинуть ее с рамплина. Либо поджечь, либо, ну, в общем, разбить об столб, еще что-то. Короче, вот такое вот попсовое было направление уничтожения автомобиля. Но мы сроднились с ней. Нам стало ее просто тупо жалко, потому что это реально крутая тачка. Она дарит кучу эмоций нам, людям вокруг. И, ну, просто убивать тачку, это бред. Следующее развитие событий у нас было, это мы хотели ее поменять. Мы хотели ее поменять на любой автомобиль, который мог бы нас довезти обратно до Москвы. Там, Жигули, Нива, какая-то, может быть, иномарка. Но все, что нам предложили, это, мягко говоря, не то. Потому что они либо не на ходу, либо гнилые, либо неравноценные, либо это вообще был айфон-телефон. Как бы наш план не удался, но мы же все равно в городе Санкт-Петербурге. Мы же должны что-то сделать. Мы завтра сядем в эту тачку, мы поедем кое-куда, возьмем кое-что большое, загрузим в эту машину и тем самым хотим припорошить этот видос новогодним настроением. Мы хотим порадовать наших пацанов из фреш-авто, которые нас там ждут, которые реально нас там перекрестили и отправили в этот автопробег. Не получилось какого-то вот такого суперразвития событий, но мы все равно классно отдохнули, подарили себе эмоции, людям заболели и подарок привезем. А там уже что дома, решим по обстоятельствам, что будем делать с этой тачкой. Мы пригнали за нашим подарочком. Пацанам привезти, чтобы с пустыми руками не приезжать. Расплан наш обломался с обменом. Пойду договариваться. А не подскажешься, где тут елочки? Да, вот прямо, за углом. Туда направо? Налево, налево. А, налево. Знаешь, какой вообще посыл всего этого путешествия и покупки этой елки? Это просто показать, насколько мы сделали универсальную машину. Она едет на длительные, долгие расстояния. Она хайповая, она красивая, она универсальная. Типа, это и пикап, и минивэн, все в одном лице. Что-то туда заезжаем прям. Давай, братан, туда прям заедем. Чувствуешь, уже пахнет елками? Круто. Здравствуйте. А нам елочка нужна. Выбор пропал на 4-х метровую. Там было 5,5, как АМГ. Но прайс жесткий. Ага. Вот так мы с ней поедем. Туда-сюда съездил. Даже машину не обменял. Замерз как собака. Купили елочку. Хотели большую, купили поменьше. Мани-хани, все-таки, как-никак. А-а-а, что, сейчас едем на заправку. В тот раз у нас была пленочка виниловая, самоклеящаяся. В этот раз у нас крыша из стрейча. Вот. Она у нас менее прочная. Мы ее мотали очень долго. Благо, у нас есть еще стрейч. Сейчас мы будем дорабатывать. Потому что мы проехали 50 километров, я замерз в мясо. У нас печка сломалась. Единственное наше тепло. Точнее, единственное, что нас грело в этой поездке. Чувак, это жесть. Смотри, какой пошел снегопад. Нам еще ехать... Нам еще ехать 300... 400 километров. У нас перестала работать печка, как вы понимаете. Она реально дует только холодным. У нас уже запотело внутри стекло. Я хочу просто посмотреть, потому что, мне кажется, может антифриз просто куда-то ушел. Но ничего, никакой патрубок не взорвался. Мотор не греется, как бы. Да ничего не пшикнет. Это же расширительный бачок. Это я чего, может пшикнуть, а то? Да не... Ну, тут ничего пшикнуть не может. Тут выросла капуста, брат. Нет, там в бачке пусто. Да, конечно, пусто. Посвети. Нет, там не пусто. Так, ну, давай попробуем долить воды. Я просто, как бы, ну, не верю, что мы поедем без печки. Там и так такой дубак. Так я и поставил. Где? Стой. Теплым? Да. Надо. Ура! Слышь, пойдем за водой. Я сейчас растоплю этот лед. Я говорю, антифриз просто куда-то пыхнул. Я пойду воды раздобуду. Давай. Пойдем со мной? Нет, ты что там? Бля, лед забивает нам. Прикол всего этого нашего лимузина. На базу, бля. Что, чуваки, у нас тачка заглохла, все. Серьезно? Да. Ошалеть, бля. Завелась. Только передачи не работали. Бля, что это такое? Мы только что ехали. У нас в начале... Ну да, я видел, как будто тяга потерялась. Так, тяга потерялась, я газ нажимал, мотор заглох. Это же... Все, она глохнет. И не заводится больше. Даже с газом. Да выключите. Может, лент кончился? Да, еще показывает, что есть. Может, бенз закончился, но еще показывает, что много. Да нет, ну вы не так вот, нам так не... Не простоволосились бы с бензином, это уж совсем... Мы сейчас сделаем какую-нибудь импровизированную. У нас есть какая-нибудь пустая бутылка? Нет. Я сейчас сделаю из бокальчика. Ну просто так наливать это долго. Ну а что такого-то? Берем... Что-то такого-то? Мы просто на платке стоим. Чик, берем ножичек, смотрите. Ножичек, какой мы купили. Зубар. Сейчас мы сделаем. Братан, слышь? Мы всю дорогу, эту канистру тяжеленную, понял? Ругали. А сейчас... А сейчас она... А сейчас она, надеюсь, нас выручит, да. А может быть и нет. Чудо? Конечно, я же Дед Мороз. Мы что, мы же пацанам елку везем, бро. Чудо, это и есть чудо. Вот мы, мы и есть чудо. Все, что мы делаем, это чудо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно пятого полный. Ага. Ее содрали и лаком покрыли, чтобы она... А специально? Да, да, да. Местами ржавелыми. Не, ничего не будем делать, так специально же сделали. Специально сюда, сюда сюда. Эта тачка цепляет подписчиков. Дело труба. Короче, у нас ушел опять антифриз. Там, походу, или пробка травит. В салоне воняет жестко антифризом, все запотевает. Там у нас уже лед просто внутри. Тачка жестко кипит. Там вон, парит она. Там либо воздушная пробка, либо прокладку пробило. У нас там еще масло замигало. У нас есть немного незамерзайки. Может, нальем туда? Короче, вариантов нету. Чуть-чуть нальем. Воды у нас с собой нету. Чуть-чуть нальем. Нам надо дотянуть. Дотянуть просто до заправки. Братуха, открывай дверь. Фу, мы сейчас умрем. Мы сейчас залетели в такую лужу. У нас машина остыла сразу же. И что-то очень сильно начало вибрировать. Вот оно и есть. Чувак, у нас оторвало колесо. Бро. Хорошо, что оно здесь. Чел, это жесть. Посмотри, как тут его схавало, когда оно падало. Что-то мне напоминает. Это, короче, что, у нас шпильки на месте. Если у нас сейчас, если у нас есть домкрат, то мы сейчас с каждого колеса по шпильке снимем. Как-то поддомкратим тачку и прикрутим обратно. Нам осталось ехать 30-40 километров. Это вообще фигня. Я вообще не понимаю, как так получилось. Ладно, пойдем посмотрим, есть ли у нас домкрат. Если нет, то мы кого-нибудь будем тормозить. Но тут должен же быть стоковый домкрат. Может, нам кто-нибудь даст домкрат? Смотри, кто-то тормозит. Вот он. Тут, наверное... Нет. Я очень хотел, чтобы он был тут. Ситуация очень простая. Нам по навигатору 27 километров. 19 минуточек осталось до базы. 19 всего лишь. В общем, мы ждем комиссаров. Через 20-15 минут они подъедут. Надеюсь, у них есть домкрат. Мы сейчас поддомкратим тачку. Прикрутим обратно колесо. Скрутим с каждого колеса по гайке. И поедем. Это жесть, братан. Я весь мокрый. У меня просто ноги так замерзли. Мы ехали, если честно, последние 150 километров. Просто без печки. Протирая лабаж. Тут лужи жесткие, аквапланирование. Мы просто каким-то чудом все это проехали. И вот эта последняя лужа, это не лужа, это был океан. И каким-то образом у нас отвалилось колесо. Как оно с пяти гаек, не могло пять гаек открутиться в моменте сразу. Это не может быть такого. Там не срезало шпильки, ничего. Просто гайки отвалились. Это жесть. Здравствуйте. У нас колесо отвалилось. Нам нужен домкрат, чтобы поставить колесо обратно. Колесо там. А где болты есть? Сейчас с каждого колеса по гайке снимем, поедем. Откручивайте пока. Да, сейчас открутим. Петличка села. Все село. Все село просто. Что-то реально колеса подоткручивали, как будто вот. Серьезно? Ну что-то так легко я и ковер там закручивал в мясо. Надо спереди пройтись, там тоже. Может у нас давно гайки? Ну не, когда колесо качали, я смотрел, все гайки были на месте. Точно? Да, да. Мало ряда, да? Болтается колесо. Болтается? Угу. Надо было запаску объять. А они сзади, давай наденем, поморгаем. Ее, просто вот это вот место тоньше. Да, посадочное. И побольше витков закрутится. Тут теперь много шпильки, сейчас нормально закрутимся. Квар. Колян, вот мы просто, я не знаю, это боевое крещение пройденным. Это реально, это, ну, это все на такую шару, все настолько на тоненького было. Что, поставим тут его ухода? Мы приехали, бро. Ура! Да ладно, я даже не устал, это было интересно. Это были приключения, приключения это всегда классно, зато есть че вспомнить. Русский топ-гир они захотели. На кабриолете съезди туда-обратно. Ну да, конечно, лимузин. Конечно, конечно. Даже не веришь, что все это закончилось, Колян. Именно отсюда все это началось, этот спор. Типа, на тебе 150 тысяч рублей, сделай что-нибудь. А что мы сделали? Мы тачку прикольную купили, купили. Линкольн, кабриолет, лимузин. Нормально? Нормально. Мы ей крышу сделали, сделали. Подсветку мою любимую сделали, сделали. Путешествие сделали, съездили в Питер, поугарали. В Питер, ты заметил, все пьют. Странный контингент. Но очень веселые ребята, знаешь, чисто. О, четверг, отдыхаем. Вау, йоу. Ну что, в общем, если подытожить. Какие-то пункты закрыли, какие-то не закрыли. Но не удалось нам машину поменять. Ну и ладно. Да нам жалко ее просто стало. Ночь бывает, день бывает, как говорится. А еще, я думаю, что мы что-нибудь еще снимем прикольное. Да и денег нам что-то мало дали. Реально? Дэн, ты насыпь еще, мы что-нибудь придумаем. Тяжелое. О, пацаны там все работают. На чем вернулись-то? На лимузине и кабриолете мы вернулись. А что так хотели же его разупать, не знаю, сжечь, обменять? Что произошло? Ну, разъездить нам стало его жалко. Обменять у нас не получилось. Вот. Но мы вам зато елку привезли. И у нас теперь лимузин-то хоть теперь есть. Мы теперь на этап на нем поедем. Ну и так далее. Братан, есть нюансик. Я передумал. Друзья, мы только что посмотрели с вами этот видос, где Кирюха с Коляном просто отворили лютую дичь. У меня до сих пор не исходит улыбка с лица. Но мы уже сегодня в Красноярске гоняем на жигах. А пацаны еще только выздоровели от своей болезни. И не знаю, как себя чувствуют. В общем, не знаю как вам, но вы мне сейчас обязательно об этом расскажете. Я расскажу свое мнение о этом видосе. В целом видно, что парни постарались. Конечно же, бро Кирюха словил суету. Не понимал до конца, что делать с этой машиной. Куда-то рванул зачем-то в Питер. Хотел я на что-то поменять. В общем, мне не хватило немного сюжетной линии изначально продуманного сценария. Но было видно, что ребята действительно стараются. Было видно, что действительно ребята хотят нас удивить. Я дал немного денег. Ведь 150 тысяч, с одной стороны, это реальные деньги. С другой стороны, для того, чтобы сделать по-настоящему крутой контент и крутой проект, это очень мало. Но лично я считаю, что парни круто постарались. Кирюха, ты вообще красавчик. Ты молодец. Ты живой, активный. И, наверное, такой парень в нашем канале, возможно, может быть. Но решу это не я, а решат это зрители. Поэтому, друзья мои, жду ваших комментариев. Обязательно пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки. Пишите, что вы думаете про Кирюху Бро. Достойен ли этот парень быть в нашем эфире. И если да, то мы обязательно сделаем с ним еще не одну серию. Поэтому судьба Кирюхи в ваших руках. Поэтому, пожалуйста, поддержите парня, если он вам понравился. А мы будем поддерживать вас с классным контентом. Ну и самое крутое, что мне понравилось в ролике, это, конечно же, новогодняя елка. Ведь у нас на носу Новый год. А это значит радость, это значит улыбки, это значит классное настроение. Я надеюсь, что с нашей новогодней елкой это настроение перейдет к вам. Поэтому от всего сердца поздравляю всех, кто смотрит наш канал. С Новым годом! Желаю вам в Новом году быть здоровыми. Чтобы было все хорошо, чтобы все у вас получалось. И чтобы вы смотрели классный контент, который мы для вас сделаем. С Новым годом вас! Слышь, братуха, история-то классная. А елку ты где взял? Сейчас я тебе расскажу, где я ее взял. Так, ну что, Новый год. Надеюсь, хоть это как-то настроение пацанам подогреет. Че, мы просто так, что ли, ездили? Нет, конечно. Праздник к нам приходит. Ну-ка, залазь в кузов! Ну-ка! Давай, родная! Теперь ты будешь с нами. Ну что, ты уже поставил свой лайк? Написал коммент в поддержку Кирюхи? Давай быстрее уже пиши, потому что сейчас я скажу самое интересное и прикольное. Лично мне этот проект понравился тем, что мы дали шанс молодому, активному и очень веселому, прикольному парню. И глядя на этот ролик, я сидел, все время улыбался и думал, блин, как же круто, как же круто, что молодые ребята могут раскрываться. И решил на этом не останавливаться. И специально для тебя, для тебя, для того, кто сейчас меня смотрит, я объявляю новый супер вызов, супер челлендж. Пиши свою идею на бумаге, кидай мне ее в инстаграм, в личку. Если идея мне понравится, то я дам именно тебе тоже 150 тысяч. И ты снимешь свой проект, и если он зайдет, то он тоже будет на нашем канале Фреш Авто Шоу. И это будет рубрика называться «Откроем молодые таланты» вместе с Фреш Авто Шоу. Но, чувак, есть такая фраза. Если ты не можешь выложить мысль на бумаге, значит, ты не до конца ее продумал. Пожалуйста, думай всегда об этом. Не надо мне писать 28 страниц, или писать какой-то длинный текст, или «Как с тобой, Дэн, связаться?» Я расскажу тебе все по телефону. Изложи кратко, чтобы вот я твое сообщение мог видеть на экране своего телефона. Если вы будете писать мне огромные длинные талмуды, я даже читать не буду. Я буду просто залистывать эти сообщения и просто выкидывать. Но если твоя мысль гениальная, прикольная, то просто напиши ее коротко и емко, чтобы я сразу увидел «О!» Сделал скриншот, попросил твой контакт, а лучше сразу пиши свой контакт, чтобы я мог с тобой быстро связаться. И мы с командой отсмотрим все прикольные идеи, проголосуем за лучшую, и именно, возможно, тебе дадим шанс сняться на нашем канале. Поэтому помни все те вводные, которые я сказал. Если у тебя есть крутая идея, которую ты можешь уложить в 150 тысяч рублей, то этот шанс ни в коем случае не упускай. Пиши и участвуй. Погнали! А мы посмотрим, что из этого выйдет. Погнали! 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 Продолжение следует...